дорогие друзья здравствуйте сегодня в гостях компании a market антон весенний который является блогером владельцем youtube канала ленивый инвестор путешественник прекрасный семьянин первый вопрос наверное предсказуемый лично меня он очень интересует почему все-таки блок называется ленивый инвестор прежде всего основная цель и вообще с блога это такое инвестирование без высокого порога входа как с точки зрения капитала так с точки зрения каких-то компетенций и так далее то есть когда человек любой из нас дает то есть я начинал инвестировать там буквально там с 1000 рублей практически любой человек может начать такое инвестирование вот и потихонечку взращивать свою компетенцию свой капитал в каких-то надежных понятных простых скажем так для долгосрочного инвестора инструментах при этом но философия ленивый инвестор она вот сейчас за последние семь лет она очень сильно изменилась то есть трансформировалась во что-то такое прям прям что можно уже назвать философией то есть это прежде всего желание да как основной двигатель это желание заниматься тема чем нравится там где нравится вот и как нравится то есть жить например там где хочется например там на бали там или другой любой другой стране где это нравится заниматься любимым делом то есть они обязательно заниматься там только инвестициями вот то есть деньги должны работать сами по себе мы 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 ими только управляем воспринимаем их как инструмент вот и собственно отдыхать получать удовольствия от жизни то есть вот это вот основные постулаты вокруг которых строится философия ленивого инвестора вот и нет никаких особенных ограничений по инструментарию то есть мы используем начиная там от бизнеса заканчивая акциями и другими ценными бумагами на практически всех мировых рынках уже вот поэтому все очень так достаточно широко необъятно но самое главное что для счастья нужно до человеку это прежде всего какая-то свобода и возможность заниматься тем чем нравится какие-то пассивные инвестиции вот именно про пассивные ленивые пассивная для меня такой слова синонимы что хотелось бы спросить я почему ты выбрал именно нашу компанию что тебе понравилось больше всего чтобы ты выделил особенно даже не в порядке ни в коем случае реклама никакой а вот объективно ты как человек опытный разбирающийся вот конкретно вот это вот это вот это прежде всего я блогер вот наверное моя непосредственно работа да как человек который постоянно делает обзоры это тестировать разные площадки и так собственно я пришел во маркет вот и сейчас когда мне я уже перешел больше работать на фондовые рынки вот для меня маркетинг можно сказать остается такой площадкой где я могу гарантированно вывести деньги честно заработанные да на какой-то спекуляции там на какой-то на торговой идее и так далее то есть для меня это прежде всего такая возможность получить широкий инструментарий для торговли почему мне нравится маркетинг у вас человеческий подход прежде всего вот помимо надежности до какой-то у вас работают хорошие люди с которыми всегда просто интересно там встретиться попить кофе вот пообщаться это самом деле достаточно уникальный для российского рынка подход потому что я протестировал практически всех брокеров российского рынка добру форекс брокер вот и поэтому как бы есть у вас уникальные черты которые мне нравятся безусловно очень приятно слышать большое спасибо за лесный отзыв антон ты человек безумной производительности сколько часов в твоих сутках я думаю что больше чем 24 и если у тебя команда которая тебе помогает готовить сделать все это либо ты все на своих плечах ты еще забыла около у меня около 50 проектов информационных проектов сайтов то есть различные тематики и которыми занимаются конечно и один бы никогда не справился и в сутках 24 часа у меня как и у всех но есть команда есть костяк который я собственно можно сказать взрастил самый который мне помогает если кто-то будет из команды смотреть спасибо вам большое действительно без без команды невозможно никакое масштабирование в частности вот по даже по блогу мне помогают то есть я один не могу мониторить там такой большой такой то есть все мировые новости финансовые быть в курсе постоянно особенно вот сейчас когда мы там активно путешествуем то есть конечно они получаются работать то есть я провожу примерно за работой несколько часов в день и это время стремится так к уменьшению то есть я всегда стремлюсь какой-то эффективности к максимальной эффективности то есть проводить больше времени с семьей и как раз вот путешествия и такой активный образ жизни мне помогает в этом видеть как можно что можно делегировать что лишнее дело то есть какие направления мне можно не делать то есть они там не дают какого-то эффекта и так далее но а все-таки вот возвращаясь команде это большой штат это люди с которыми ты постоянно общаешься ты хорошо знаешь или это какую-то аутсорцию это команда вся удаленная вот потому что с моим своим перемещением невозможно там содержать офис там то есть его как-то надо контролировать общение и так далее поэтому только удаленные у меня порядка пяти человек в пике у нас команды 10-15 человек в основном все люди это вот моя особенность такая я не никого по объявлению не набираю то есть у меня нет такого успешного опыта то есть все люди я взращиваю то есть из каких-то с начальных атом скажем закрытие начальных задач до самых высоких то есть вот сейчас у нас полноценные у меня помощники полноценные аналитики я считаю уже как на финансовых рынках могут работать спокойно потому что действительно большая компетенция за столько лет я очень рад что у меня получается окружать себя такими людьми потому что они меня здорово усиливают специалисты у тебя действительно с большой буквы контент четкий классно я думаю что все кто с ним знаком со мной абсолютно согласен вот в твоем телеграм-канале есть такое описание публично инвестирую 1 миллион рублей шесть лет назад уволился с офиса веду блог путешествую позади 21 страна возможно больше уже до или посчитать сейчас живу на бали это так сейчас нет сейчас когда писал описание жил на бали в марте я уже уехал в питер ты регулярно проводишь обучение у тебя есть уже состоявшиеся ученики если скажем примеры того что многие давали фидбэк антон спасибо тебе за обучение все приняли к сведению разумеется поступили так как ты говорил инвестируем ищем перспективные проекты тоже отказались от офисной работы клерков сейчас также пассивно зарабатываем на я думаю что таких таких людей много но я не могу сказать что это прям моя заслуга то есть на самом деле когда люди там только приходят на мой блог до видит логотип человека который сидит с ноутбуком радуется там какому-то сильному доходу на фоне пляжа у них уже это зажигается то есть это им уже близко и просто на самом деле я как бы помогаю взращиваю то есть может быть удобряю как-то это зерно которое в них самих уже есть есть но это определенные люди определенного склада ума которые хотят быть космополитами быть свободными от каких-либо там обязательств и так далее вот то есть я не могу сказать что это моя заслуга вот то есть я только вот как можно сказать какое-то удобрение которое помогает им прийти к цели у нас такое достаточно свободное обучение можно работать когда то есть учиться когда хочешь в любое время из любой точки мира проходить домашние задания там сдавать их и так далее то есть уже уже это вот эта гибкость она уже позволяет людям как бы начать оперировать другими материями то есть можно проходить ночью можно проходить на пляже вот я недавно был на конференции сидел рядом ну там у нас сидело много веб-мастеров и там не сосед говорит ты ленивый инвестор и говорю да и он меня протягивает и показывает фотографии на его смартфоне где он сидит с ноутбуком на пляже вот и у него на ноутбуке логотип моего блога и это для меня как бы был такой показатель что действительно у нас такая отдельная может сказать такой сказать каста группа людей то есть в каждом человеке это есть но есть люди которым это особенно близко которые не хотят не от чего зависеть и хотят вот именно свободно свободно жить независимо от таких согласен то что стремление к независимости это действительно возможно суть каждого в продолжении социальных направлений твоей деятельности вопрос от нашего маркетинга по поводу твоего youtube канала у меня есть информация что еще в начале этого года там было чуть больше 1000 подписчиков а сейчас больше трех ну да где-то три с половиной может как тебе удалось добиться такого прогресса но вообще 3000 для меня не очень большая сумма то есть а на самом деле есть такие высокие достаточно амбиции в плане ютуба потому что я вижу насколько люди вовлечены как совсем по-другому меня воспринимают воспринимает информацию которую транслируют на самом деле это просто моя аудитория которая есть в контакте есть в телеграме есть на сайте подход простой на каждой площадке то есть есть определенная аудитория до который удобно пользоваться именно этой площадке телеграме люди хотят при этом получать информацию которая будет практически применимы. Вконтакте у меня аудитория, которая хочет получать быстро актуальную информацию по каким-то новостям, по каких-то сводках, можно сказать, практическую какую-то информацию, но больше информационного характера. На сайте аудитории, которая приходит в основном с поиска и по запросам, связанных с инвестированием, с трейдингом. То есть везде разная аудитория, везде разный подход, но вот я ее стараюсь аккумулировать эту всю аудиторию, то есть ее, как бы сказать, таргетировать, давать ей то, что нужно. И, по сути, сейчас YouTube мне не давал никакого, никаких бонусов, вот, и нет никакого секрета, я не могу сказать. Просто моя аудитория пришла меня смотреть. Немножко уточню вопрос. Никаких инструментов маркетинговых ты не использовал для этого. То есть вот говорят, что в этом случае речь идет об органическом росте. Органический — это когда у тебя настолько крутой канал, что тебе не нужно ничего делать, чтобы его развивать, тебя просто сами находят. В том случае это так? Я считаю, что у меня еще есть над чем работать. В частности, я смотрел твои брифинги и видел, как ты ведешь YouTube. Мне до этого еще работать, честно сказать. Я думаю, что несколько лет точно. Недавно ты разместил следующий пост для своих подписчиков. Миллиардер, глава хедж-фонда и писатель Рейд Далюх считает, что инвестор может преуспеть, идя против толпы, выбирая то, чего другие сторонятся, не хотят рисковать. Далее ты спрашиваешь свою аудиторию, вы согласны с таким подходом или вы придерживаетесь мнения, что дешевая компания всегда может стать еще дешевле? Сам ты что думаешь по этому поводу? Инвестиции у меня всегда переплетены с какими-то случаями из жизни. То же самое. То есть психология есть большой толпы, есть психология маленькой толпы. Это во всем, в путешествиях. Большая толпа едет в новогодние праздники и тратит деньги неэффективно, получая гораздо меньшее количество пользы, каких-то эмоций и так далее, потому что везде много людей, везде дорого и так далее. То же самое происходит на рынках, когда большая толпа никогда не может быть эффективна. Начиная с фондов, когда они хотят зайти большими суммами в какой-то актив, они сдвигают котировки и уже у них средняя цена уже выше, чем у маленького частного инвестора. Я всегда, всегда как бы топлю за то, что нужно находиться в этой маленькой толпе, думать, а как бы поступила сейчас маленькая толпа, то есть вот как можно сейчас эффективнее всего действовать. И конечно вот правило, что маленькая толпа всегда эффективнее, для меня это однозначно. Согласен с тем, что если ты умеешь определять, где находятся как раз представители меньшинства, ты фактически можешь понять будущие тенденции. Вернемся к твоим проектам. Ну, наверное, предсказуемый вопрос. Какой приносит наибольший доход? Ну, тут как и в инвестициях, я придерживаюсь правила диверсификации денежных потоков, то есть что-то приходится с рекламы в телеграм-канале, там, на блоге и так далее. То есть какие-то компании приходят финансовые, да, о которых мне не стыдно рассказать людям и дать прежде всего независимую оценку. То есть это мое требование прежде всего к рекламодателю. Вы оплачиваете, можете оплатить обзор, но оценка будет независимой. Вот. И какой-то поток денег приносит обучение. Вот. И я обучением занимаюсь последние полтора года всего лишь. То есть это такое тоже, можно сказать, что я только начинаю, да, это делать. Вот. Какой-то поток приносят сайты. В среднем у меня такая есть такая широкая диверсификация, как в портфеле. То есть там, условно, я стараюсь, чтобы ни один поток не сильно не выбивался там, больше там 30-40 процентов. Может быть, в какой-то месяц больше обучения, в какой-то месяц больше сайта, в какой-то месяц больше там какие-то другие направления. То есть это... У меня так подход абсолютно такой же. Я воспринимаю это как портфель. То есть диверсификация потоков для меня тоже важна, потому что я уже вот сколько с тринадцатого года, шесть лет фактически нигде не работаю. Вот. И когда ты, например, там живешь на Филиппинах, на маленьком острове или там на Бали и далеко там от родных никто тебе, ты можешь надеяться только на себя самого, на свои какие-то знания, на то, что ты создал ранее, какие-то источники дохода. Вот. Ну, для меня это постоянный, постоянный процесс. Я постоянно стремлюсь создать, изучить что-то новое, какой-то новый поток создать. Ну, а правильно я понимаю, что большая часть этих проектов все-таки связана с финансовыми рынками или они все просто или нет? Я бы сказал основной, основная часть. Ну, для меня, у меня нету больше сайтов по финансовой тематике, фактически есть там около финансовые сайты, но в основном блок — это только блок вот по инвестициям, потому что я понимаю, чтобы сделать такой проект, нужно максимальная концентрация на нем, нужно максимальное вовлечение и делать такие проекты, как мой блок. Я не представляю, как это сделать на потоке. То есть все-таки это блок, обучение — это больше, наверное, про предназначение, про миссию какую-то, чем про бизнес. А остальные направления — это все-таки больше про бизнес. Антон, я так понимаю, что, как мы уже обсудили, большую часть проектов связаны с инвестициями. Также мы с тобой говорили о том, что, проводя обучение, ты реально становишься идейным вдохновителем для своих учеников. Хотелось бы понять, с чего начался твой интерес к этой индустрии. Когда он появился, что для тебя выступило переломным моментом? Наверное, одно слово — Таиланд. Стремление к независимости. Да, я приехал с будущей своей женой в двенадцатом, в одиннадцатом году мы ездили в Таиланд, и лежа там в гамаке рядом с морем вечером, попивая кокос. Я просто смотрел на звезды, да, и думал, блин, я хочу так жить всегда. То есть мы приехали, и я считал дни, да, когда нам назад возвращаться. Вот. И для меня это было, наверное, самым главным мотиватором, чтобы начать действовать, именно, чтобы заниматься тем, что не будет меня привязывать ни к чему. То есть ни к работе, ни к финансам, ни к какой-то гео-точке и так далее. Вот. Это было таким основным моим топливом для того, чтобы я начал разбираться. Я не сразу начал работать на финансовых рынках, а я занимался и бизнесом, и там какими-то проектами в оффлайне. У меня там были какие-то магазины, точки, которые я тоже пробовал делегировать и так далее. Была даже школа сноуборда. Ну, очень много проектов направления я перепробовал, вот. И перепробовав все это, я понял, что нужно заниматься просто тем, что будет работать еще десятки лет, как минимум, да. То есть фондовые биржи, они работают там уже сотни лет в Америке. То, что будет капиталоемко, то есть я могу туда, в принципе, инвестировать все денежные потоки, да, и не бояться, что это будет как-то. Собственно, воронка достаточно узкая. Больше, кроме финансовых рынков, у нас не так много направлений, которые позволяют работать с ними, там, зарабатывать деньги из-за любой точки мира и делать это, там, в перспективе, да, там, с очень большим капиталом. Скажи, пожалуйста, а вот в своей инвестиционной деятельности ты наверняка сталкиваешься с какими-то вот очевидными для тебя уже как профессионалы подводными камнями. Что у тебя вызывает наибольшие трудности? Наверное, люди, ну, прежде всего, потому что если мы компании можем просчитать, да, и можем просчитать какое-то финансовое поведение, какие-то показатели, посмотреть отчетности, там, которые сложно как-то подделать, то поведение людей мы просчитать не можем. И это такой некий черный лебедь для меня всегда. Ну, сейчас, например, заказывает правила игры у нас Трамп со своим твиттером. Пример такой, как Трамп, он говорит о том, что невозможно все просчитать. У нас всегда и всегда будут эти риски, даже если все в экономике будет ровно, все будет работать эффективно, да, будем развиваться. Всегда будут люди, которые будут портить эти правила, делать рынок менее просчитываемым. Ну, в то же время хочу отметить, что благодаря тому факту, что есть такое понятие, как твиттер Трампа, мы понимаем, что на рынках всегда будет жарко. В конце концов, от рынков нам что не нужно, так это стабильность, вялость и отсутствие динамики. Только если есть конкретные форс-мажоры, если есть стрессовые ситуации, площадки представляют для нас интерес. Потому что за этими движениями, этой мощной волатильностью скрываются возможности, к которым мы стремимся, чтобы реализовать. Согласен. Я знаю, что прямо сейчас здесь, в Черногории, проходит очередной слет ленивых инвесторов. И я знаю, что это уже не первое мероприятие такого рода. С чего вообще возникла идея устраивать такого рода мероприятие? Возможно, есть какие-то цели, которые ты ставишь. Как прошел слет сейчас? И как вот ты подбираешь именно людей, с которыми ты проводишь много времени в такой обстановке? Начну с первого вопроса. Как слет прошел, у нас был на Бали. Идея слета возникла скорее из желания окружить себя интересными людьми, в том числе познакомиться с читателями, с учениками. Мне кажется, самая главная проблема в постоянных путешествиях по всему миру – это окружение. То есть не хватает интересного окружения, чтобы оно было рядом, чтобы путешествовало, чтобы думало в том же направлении, чтобы был какой-то обмен полезной информацией и так далее. Вот этого не хватает. И, наверное, из этой потребности и родилась идея слета. То есть путешествовать с такими же людьми, которые преследуют такие же цели, зарабатывают, стремятся зарабатывать удаленно, мыслят теми же материями. Мы достаточно быстро на Бали подготовили слет. Мы жили там уже несколько месяцев. Арендовали виллу, пригласили людей и очень быстро набрали группу. И нам очень понравился этот опыт. Получили все отзывы были положительные. Получили такой заряд мотивации продолжать это делать. Многие участники как раз просили сделать семейный слет. Благодаря им в том числе состоялся слет в Черногории, который мы сейчас завершили. Тоже получили большой заряд энергии. То есть этот слет отличался тем, что он был семейный. То есть приехали уже не только какие-то частные инвесторы, частные предприниматели. Но и уже они взяли с собой семьи. У нас было порядка 15 детей на слете. Около 30 человек всего участников. И вот 15 детей. Этот опыт тоже надолго запомнится. Потому что у нас получилось дать каждой, скажем так, группе участников, как будто дети, мама и папа, каждая группа участников получила какую-то полезную информацию. Ну, я лично заметил, как некую трансформацию позитивную мышлению участников. То есть многие стали гибче, кому этого не хватало. Но вот все вот эти люди, они имеют отношение к твоим проектам или не обязательно? Не обязательно. Главное, чтобы образ мысли, да? Главное условие, ну, для меня главный критерий – это желание и возможность поделиться какой-то полезной информацией. То есть это не просто такая встреча, которую я устраиваю и провожу там какое-то обучение. Но это еще и как бы слет вот таких вот интересных людей, в рамках которого мы там, каждый участник делится каким-то полезным навыком, каким-то полезным опытом. Даже если ему не о чем, может быть, рассказать, он там работает на работе, он добавляет своим опытом. Все равно у каждого человека опыт уникальный. И во многом он может быть полезен даже самым крутым путешественником и так далее. Поэтому самый главный критерий – это позитивное мышление и возможность, желание делиться полезной информацией. Помимо того, что ты обладаешь таким колоссальным багажом знаний, ты еще и очень драйвовый парень. Очень любишь мотоциклы, допускаешь, что, может быть, быстрые автомобили. Ты сказал то, что у тебя даже был бизнес, школа обучения, сноубординг. То есть, наверное, и в этом ты тоже преуспел. Чем еще, в принципе, увлекаешься? Сейчас с возрастом все выходит на больше, более спокойные вещи с появлением ребенка. Уже думаешь более долгосрочно, более спокойно. Сейчас среди моих хобби, конечно, самое главное – это путешествия. И путешествия я стараюсь сделать более разнообразными. Если раньше была задача просто приехать в место, да, там какое-то, ну, там, прочувствовать, там, знаю, может быть, какие-то экскурсии посетить, какие-то самые, самые интересные места, то сейчас это получить еще и эмоцию от места. Прокатиться, например, там на мотоцикле в Таиланде по джунглям, там, и, то есть, это, вот, для меня это эмоции. То есть, ну, там, сделать какой-то дайв, да, там, с акулами, да, на Филиппинах. Вот для меня вот это эмоции. То есть, у меня, я такой некий охотник за эмоциями, не ограничиваюсь какими-то направлениями. Вот здесь, на Черногории, хотелось полетать, я не знаю, возможно, сегодня получится на параплане, здесь очень красивые горы, горы, море, есть на что посмотреть сверху. Ты был, наверное, в Азии везде? Ну, юго-восточной Азии мы, да, наверное, там, 90-80% объездили. А в Черногории первый раз? Второй раз. Вот, мне очень понравился именно вот здесь и климат, и соотношение цена-качество. Здесь они практически на идеальном таком уровне находятся, вот, приятные люди. Ну, все это вот в спектре дает такое очень комфортное место для того, чтобы отдыхать очень близко к России. Для меня это вот три часа лета, это как на автобус сесть-то, и, ну, то есть можно вообще очень-очень гибко подходить к отдыху, не планировать, вот, так скажем, заранее, сильно заранее. Вот, и для детей здесь тоже хорошо, спокойное море, нет волн, и так далее. То есть здесь все в спектре так складывается, что очень комфортно. Вот ты бы мог посоветовать на основании своего опыта, а может быть, опыта других, с которыми ты тесно общался по этому вопросу, вот какую-нибудь страну, либо регион, который, вот, ты считаешь, что идеальный для проживания вместе со своей семьей? Тут, наверное, я зайду издалека, потому что мы очень индивидуальны, то есть море, может быть, там, для одного оно синее, а для другого голубое. Вот, поэтому советы, наверное, давать не очень правильно. Лично для меня это остров Бали, вот, который, ну, это место максимально близко мне. Это Санкт-Петербург, потому что практически, если бы не климат, если бы не, там, плохая погода, это было бы для меня тоже практически идеальным местом для того, чтобы жить там спокойно, просто выезжать, да, когда мне нужно, вот. Ну, и, в принципе, знаешь, у нас с женой мы долгое время искали идеальное место для нас, и мы поняли, что на самом деле идеального места, скорее всего, не существует, потому что постоянно, мы постоянно изменяемся, и то, что нравилось там год назад, уже, уже не так зажигает. То есть для меня идеальное место – это такое некое комфортное место внутри, когда мы можем чувствовать, что мы хотим, и сразу воплощать это. То есть мы захотели куда-то поехать, и вот у меня есть, там, возможность сразу этого воплотить. Вот для меня, как бы, это идеальная ситуация. То есть быть свободным, не привязанным к чему-либо – это для меня идеальная ситуация. Есть в планах посетить все материки, то есть вот сейчас мне на данный момент хочется приехать в Австралию, купить, там, снять машину и объездить всю Австралию, пожить там, а дальше Южная Америка. Что бы ты мог вот тоже объективно, максимально профессионально пожелать начинающим инвесторам, трейдерам, вот прям как на путстве? Ну, прежде всего, я бы пожелал, да, понять, что это навсегда, то есть, что инвестиции, что финансовые рынки, они будут есть и будут существовать десятки лет, что вот та локальная прибыль, локальные какие-то проекты, все это будет приходить и уходить всегда, вот, а финансовые рынки, они есть и будут работать. Это основной, основной механизм, да, работы экономики. Вы можете сейчас потратить время, да, на какие-то локальные проекты в бизнесе, там, или в какой-то своей сфере, но если вы разберетесь прямо сейчас, да, там, и построите, там, личный финансовый план, будете инвестировать регулярно, будете регулярно ребалансировать портфель, разберетесь, как работают вообще финансовые инструменты, вы это знание можете использовать на всю жизнь. Ну, то есть, основной лайфхак как раз в этом, в том, что не гнаться вот сейчас за какими-то локальными историями, а подойти к этому, то есть, глобально, то есть, начать инвестировать, работать там на финансовых рынках, неважно, ну, конечно, это должно быть с комфортной суммы, вот, но это делает на всю жизнь, то есть, настраивается на очень долгий промежуток времени. И мне кажется, вот такой подход, он максимально будет комфортен и эффективен для людей, которые еще не работают с комфортной суммы и настраиваться на всю жизнь, то есть, по определенному плану. И тогда не будет лишних шатаний, там, криптовалюта выросла, криптовалюта просела, там, акции выросли, акции просели, то есть, ну, вы будете осознанно подходить с долгим горизонтом инвестирования, то есть, выбирать компанию, в которой вы будете, там, какие-то активы, да, которые вы будете способны держать очень долго, там, пересиживать, там, какие-то большие падения и так далее. Вот, то есть, настраивайтесь на всю жизнь, инвестируйте регулярно и делайте все в рамках своего личного, там, какого-то психологического комфорта. Наверное, вот это вот, что можно пожелать начинающим инвесторам, начинающим трейдерам. Антон, огромное тебе спасибо за уделенное время, за беседу. Я думаю, что контент крайне будет полезным, это все. А Маркетс, привет! Спасибо за интервью, было интересно. Всем профита! Субтитры создавал DimaTorzok